МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала чатни делали из традиционно индийских ингредиентов. Манго, кокос, тамаринт, мята. Англичане первыми распробовали соус и начали варить его из зеленых персиков и дынь. А теперь гастрономы творят что угодно. Вот, например, чатни из сливы. На оливковом масле мы обжарили лук, шалот и чеснок. Добавили немного рубленого перца чили. Далее в кастрюлю отправились половинки спелых слив, немного красного вина и бальзамического уксуса. В дело впустим пару столовых ложек сахара, измельченные сладкие хиники, палочку корицы и тертый корень имбиря. Переключаемся на средний огонь, добавляем гвоздику, кориандр и кардамон. Перемешиваем, а после оставляем томиться на минимальном огне пару часов до полного растворения фруктов. А вот другой вариант. Обжариваем сладкий перец в оливковом масле, добавляем чили, кусочки папайи и маракуйи, доливаем немного воды, винного уксуса, плюс сахар, немного соли, перец горошком, корица, анис и четыре гвоздички. Первый чатни отлично дополнит сочный стейк, а экзотический рыжий оттянет вкусутки. Чатни спасет вас от дачных урожаев. Например, заставит вас влюбиться в поднадоевшие было кабачки, огурцы, сельдерей или переосмыслить томаты, объединив их с курагой. Кстати, свежие фрукты и овощи даже не обязательно подвергать термообработке, просто разбейте их в блендере и тут же на хлеб. Ну а яркую баночку выдержанного чатни можно подарить. За месяц вкус и аромат приправы станет невыносимо аппетитным. Попробуйте сами. Субтитры сделал DimaTorzok